привет пацаны и девочки с вами тага и иван сегодня у нас интересный гость на самом деле мы собрались попить кофейку на студии не просто так а чтобы разобрать тот самый вопрос о котором давно вам обещали разбор очень много споров на эту тему потому что диджеи ну не находят как бы истины форумах в чатах в писании не срутся ругаются в общем масса приводит доводов каждый из вас когда говорит о том какой софт звучит лучше вань привет привет вот рад тебя тут видеть в общем сегодня мы с тобой закроем этот вопрос я надеюсь да а для тех кто не в курсе иван это профессиональный радиомеханик радиотехник как правильно называется профессии который ты занимаешься то есть ты чинишь любую технику но у меня очень широкий спектр возможностей профессиональная деятельность моя заключается в том что я занимаюсь ремонтом всевозможной техники ну и в свободное время я занимаюсь разработкой и анализом всевозможных аудио устройств в том числе диджеи оборудования то есть ты техногик в хорошем смысле слова как бы разбираешься что такое звуковая волна аудиотракт как и из чего это состоит вот прямо до тех самых деталюсечек и прочих вещей вообще иван появился на канале не просто так у нас будет целая серия выпусков про то из чего состоит железо ну то есть мы будем прямо разбирать железки и мы пришли к тому уровню что мы можем себе это позволить и вы будете точно знать какой контроллер или звуковая карта звучит лучше или хуже так как господа хейтеры диванные критики вы часто стали писать что типа а как ты вдруг определяешь что вот этот контроллер звучит лучше а этот хуже но часто бывает такой вопрос задают типа я же не на слух его определяю то есть каким-то параметрам ну и мотивируемые это обычно есть понятие характеристики которые висят на сайте производителя или в инструкции есть бюджетность аппаратуры то есть там низкобюджетная аппаратура среднебюджетная высокобюджетная и для тех из вас кто не знает что есть такие каналы аналогичные stalker и похожие где люди разбирают через лыжную мазь или прочие штуки вот как раз вот этот самый вопрос в общем смотри у нас спор но не спор вернее спор людей у меня давно спора нет на эту тему я точно знаю как бы вывод кстати если вы еще не подписаны на канал сделать это прямо сейчас а истину вы узнаете в самом конце этого ролика когда мы проведем все тесты поэтому смотрите не переключайтесь это будет крайне интересная серия твое мнение изначально вот вот базовое мнение когда мы решили записать этот выпуск это реально по-другому звучит то есть вот есть софт сирата про рекордбокс диджей виртуал диджей трактор диджей на самом деле я делаю ставку на то что звучат они одинаково если использовать одинаковое оборудование вот ну измерения покажут потому что это не совсем очевидная вещь мы не знаем на самом деле какие алгоритмы используются внутри этого софта мы не смотрим их исходники мы не знаем с какой точностью там происходит декодирование обработка этих данных цифровых вот этих сигнальных системах поэтому мы задались такой целью выяснить есть ли разница в принципе между звучанием с молчанием самого софта да поэтому в этом видео мы постарались максимально абстрагироваться от всевозможных факторов которые могут внести нам искажения в измерения и сегодня мы измеряем исключительно то что вносит искажения которые вносят софта в изначальный звук для тех кто может быть не понял я переведу в софте существуют различные помогайки диджею такие как автогейн лимитер клип лимитер но там разные штуки которые так или иначе нагружают программу но дополнительным звуком или допустим не дающим ему перегрузиться чтобы вы слышали его чисто а также есть процессор эффектов есть ну опять которые работают по определенному алгоритму то что это не физические процессоры эффектов это процессоры которые работают внутри софта ну как программа да там типа там какой-то анализ делается и прочее и поэтому для того чтобы было максимально честное сравнение была выбрана программа которая покажет по графикам именно по линиям чем отличается один софта другого прямо в цифрах в линии в линейках давай я расскажу давай твоя ну паша довольно близко к истине отобразил суть происходящего я от себя добавлю лишь то какой идеологии мы изначально задавались при проведении этого опыта для того чтобы максимально исключить всевозможные внешние вносимые искажения мы использовали программу райт марк аудио аналайзер почему мы выбрали эту программу это то что она позволяет анализировать уже записанные данные то есть не в реальном времени по тестовому сигналу который мы воспроизводим через испытуемый звуковой тракт мы это потом записываем и уже в оффлайн режиме скажем так анализируем это все и получаем на выходе набор характеристик измеренных которые потом впоследствии можно анализировать и так прямо сейчас начинается сравнение битва по звуку рекорд бокс диджей серата диджей про трактор диджей про 3 и виртуал диджей то о чем вы меня просили больше года для анализа звука в различных приложениях мы будем использовать программу райт марк аудио аналайзер ее можно скачать с официального сайта в интернете скачиваем программу и устанавливаем важным замечанием является то что программу необходимо запускать от права администратора после запуска программы мы видим основное окно в нем необходимо выбрать частоту дискретизации и глубину квантования выбираем 24 бита 44100 герц 44100 герц выбирается в связи с тем что все программы поддерживают этот формат после этого мы создаем калибровочный файл нажатием на эту кнопку сохраняем его в заранее подготовленную папку после того как калибровочный файл создан запускаем первую программу ей будет трактор про 3 после запуска программы перетаскиваем калибровочный файл в одну из дек важно отметить что должны быть дезактивированы всевозможные лучшайзеры такие как софт клипер и хедрум также выключаем автогейн выключен автогейн выключен лимитер выключен хедрум нажимаем кнопку записи и запускаем файл выключаем выключен Субтитры создавал DimaTorzok Останавливаем запись Теперь произведем измерения в программе Serato DJ Поступаем аналогичным образом Не используем автогейн Отключаем Headroom Запускаем запись Включаем воспроизведение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Интересно Останавливаем запись Теперь приступаем к программе Virtual DJ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Останавливаем запись И наконец приступаем к анализу программы RecordBox 5 Проделываем уже знакомую нам операцию Проверяем то что Headroom отключен Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Далее возвращаемся в программу Riot Mark Audio Analyzer И анализируем все полученные записанные файлы Сохраняем результаты измерений в отдельные файлы Повторяем эту операцию для всех остальных файлов Теперь давайте загрузим результаты наших измерений в общую таблицу Теперь смотря на эту таблицу каждый из вас может сравнить результаты В первой строке отображается отклонение от 0 дБ в слышимом диапазоне частот Вторая строка отображает коэффициент шума Третья строка показывает динамический диапазон Четвертая строчка показывает суммарные нелинейные искажения во всем диапазоне частот Следующая строка отображает интермодуляционные искажения плюс шум В шестой строке отображается разделение стереоканалов В седьмой строке показаны интермодуляционные искажения Восьмая строчка очень похожа на первую, за исключением того, что она анализируется на синусоидальном тоне И последняя строчка аналогична строчке с нелинейными искажениями, но результат показан не в процентах, а в дБ Вань, давай сравним графики, которые получились в конце На самом деле я скажу от себя, что результат несколько удивил Пусть это и не сверхъестественные какие-то отличия, но они все-таки есть Итак, давайте начнем с самого начала По поводу амплитудно-частотных характеристик Мы видим, что этот график, он в принципе довольно с мелким масштабом То есть, чтобы вы понимали, то, что хорошо обычно различает человеческое ухо на слух в разности громкости Это плюс-минус 1 дБ, это то, что в принципе человек слышит Пол дБ уже практически неразличимо И мое ожидание лично было такое, что этот график во всех программах покажет абсолютно одинаковую ровную линию вдоль 0 дБ То есть никакого усиления сигнала, никакого ослабления Тем не менее, несмотря на мои ожидания, он звучит по-разному В чем это отражается? Трактор и Virtual DJ показали себя абсолютно одинаково У них абсолютно идентичные амплитудно-частотные характеристики Ровные от 0 до 20 кГц и даже дальше То есть вы не услышите абсолютно никакой разницы в громкости воспроизведения разных частот в тракторе и Virtual DJ То есть это говорит, давай разберем Это говорит о том, что... Это ровная АЧХ Да, это абсолютно ровная Абсолютно идентичная Ровная идеальная Для чего вам это надо знать? Когда мы выбираем тот или иной аппарат для звука, он может быть настроен по-разному Так же, как, например, гитара или любые инструменты В принципе, есть определенное, ну скажем так, воздействие звука на ваш слух И там уже психоакустика и ваше восприятие срабатывают Но когда вы именно работаете со звуком, именно собираете, например, несколько треков или сэмплов в одно единое целое То вам очень важно, чтобы АЧХ была максимально ровная, потому что вы работаете со всем звуком полностью То есть вы им рулите И если какие-то изменения вносятся, то это изменяется и в вашу работу Ну то есть это не так прикольно То есть, например, для трактора это очень важно Типа для людей, которые делают многоканальные сведения Там много там сразу четыре, шесть, восемь дорожек сделают Потому что человек рулит эквалайзером Теперь дальше посмотрим Что касается рекордбокса Это белый график Очень удивительно наблюдать то, что после десяти килогерц у него происходит такой Завал высоких частот Да, спад высоких частот Ну это пол децибела на двадцати килогерцах То есть на слух это практически не ощутимо Но, тем не менее, может это отразиться как некоторая мягкость звучания, не такая резкость То есть не такая стерильная частота, более теплый такой звучок Как раз то, что отмечают люди типа рекордбокс, но есть такой на форуме Он звучит типа добрее, ну типа мягче, плотнее Возможно Это как раз то, что люди слышат, потому что окрас и острота звука в рекордбоксе чуть-чуть ниже Для людей, которые это воспринимают, потому что у людей по-разному слух работает Могут это оценивать как вот это Это как раз именно тот момент, о котором вы спорите тоже И совершенно интересным образом повел себя в этом смысле Serato DJ Как вы видите, здесь спад резкий после двадцати герц наблюдается И резкий спад в районе восемнадцати килогерц по всей видимости Ну то есть до двадцати он чуть-чуть не дотягивает Но, тем не менее, есть небольшой подъем здесь И есть небольшой подъем на низких частотах Небольшой провал в середине Это говорит о том, что в Serato DJ не настолько прозрачный Это не бит в бит передается звук на выход А он проходит Алгоритм Да, он по всей видимости проходит два этапа фильтрации Фильтрация на высоких частотах Чтобы убрать гармоники в ультразвуковом диапазоне И инфра низких частот После двадцати герц мы, в принципе, ничего не слышим И здесь оно обрезается Вот эти небольшие подъемы Они закономерны для использования фильтров С добротностью близкой к 0,707 Ну, практически идеально Чтобы получить резкий спад Необходимо фильтру задать определенную добротность И, соответственно, в принципе, мы это на графике видим Это может охарактеризовать звучание данного софта Как более динамичное Потому что мы имеем небольшой подъем на высоких частотах Мы имеем небольшой подъем на низких частотах То есть звук будет более мясистый Хотя, конечно, этот подъем практически неразличен Это не какие-то шесть децибел Как при эквализации баст-буст Это совершенно такое аккуратное Очень аккуратное внесение некоторых искажений в звучание Как будто вы, допустим, записывая трек в какой-то из инструментов Добавляете там фаб-фильтр или еще что-то То есть вы делаете что-то, что обрезает, ну, кто понимает, с музыкой края Вот те самые, которые вам, по идее, не нужны Только здесь делает это софт Да Хотя это и удивительно То есть, в принципе, я не ожидал такого результата С амплитудно-частотными характеристиками, в принципе, все понятно Здесь нет ничего сверх криминального, чего-то плохого Но все-таки некоторые отличия в них есть Давайте посмотрим дальше Следующий график у нас будет отображать шумовые полки То есть то, сколько фактически привносится шумов в исходный сигнал И мое ожидание тоже в этом случае было вполне себе, ну, таким предсказуемым Что шумовая полка должна быть максимально низко, возможно Но, как оказалось, тоже, собственно, некоторый софт привносит от себя тяну Давайте посмотрим, как это проявляется Здесь сразу же хочу отметить, что вот эта голубая линия, которая отображается на программе «Трактор» Она не совсем корректно отображена Потому что по самой таблице мы видим, что шумовая полка находится в районе минус 400 дБ Это практически, ну, это не практически, это идеальный результат В смысле шума там нет вообще Но почему-то программа решила отобразить эту полку вот здесь, сверху По всей видимости, из-за того, что, может быть, она и не рассчитана на такие высокие результаты Остальные же Ну, то же самое показывает «Серата» То же самое «Серата» И мы не видим, они слились, эти две полоски вместе Да, эти две полоски слились Ну, максимально, возможно, идеальные Ну, максимально, возможно, идеальные, да Что касается рекордбокса и Virtual DJ Шумовые полки находятся в районе минус 120 Это «А» взвешенная минус у рекордбокса минус 103 дБ У Virtual DJ минус 96 дБ Что можно сказать по поводу этого результата В принципе, минус 96 дБ мы уже можем слышать Это еле различимый То есть у человека слух, динамический диапазон 0 дБ в звуке, ну, в окружающем воздухе Это то, что мы еле различаем 120-130 дБ это уже болевой порог, то есть это невыносимо громкий звук Соответственно, у нас динамический диапазон слуха где-то 120-130 дБ Соответственно, если это воспроизводить на какой-то очень мощной акустической системе Либо в каких-то крайне чувствительных наушниках То теоретически, конечно, шумок от Virtual DJ будет слышен Вот, но он настолько, настолько тихо, настолько тихий, что, в принципе, я не думаю, что это сильно скажется на каком-то результате Однако по тестам это самый шумный софт И все-таки бывают звуковые системы, там, крутые, как Function One или там крутые Dindin Audio Ну, в первую очередь речь идет о очень громких Да, я понял И очень качественных системах То есть там это может сказаться на результате Опять же, друзья, вы должны понимать, что в зависимости от формата музыки, от вечеринки И, в принципе, когда вы же будете слышать нечистый звук, вы будете слышать его с инструментами То этот шум будет, скорее всего, теряться в инструментах Он 100% будет теряться Да, да, и мы не будем его слышать Но факты остаются фактами Да Virtual DJ в этом показателе самый шумный софт Далее мы не будем подробно рассматривать все графики Если вы очень захотите, мы все графики прикрепим, скриншоты в описании к видео Остановимся только на самых ключевых, которые необходимо, на мой взгляд, обозревать Следующим у нас будет Total Harmonic Distortion То есть нелинейные искажения И вот здесь вот уже становится Интересно Интересно, да Здесь становится интересно Как видите, в этом графике не так просто разобраться Они очень сильно накладываются друг на друга Поэтому я предлагаю сравнить два наиболее показательных примера с наилучшим и с наихудшим результатом Мы выбрали два графика Наилучший результат показал трактор Наилучший результат показал рекордбокс Что отображает этот график? Этот график отображает то, как себя поведет звуковой тракт при наличии всего одного гармонического колебания В данном случае это 1 кГц То есть в идеале у нас должен быть только 1 кГц Это мы видим как ярко выраженный пик на частоте 1К И на других частотах должно быть как можно меньше всевозможных гармоник Давайте рассмотрим отдельно трактор Здесь очень хорошо видно, что присутствует основная гармоника 1 кГц Остальные же гармоники скрываются где-то под уровнем минус 110 дБ То есть на фоне этого чистого тона 1 кГц мы больше ничего абсолютно не услышим Те, которые появляются маленькие иголочки в районе минус 120 дБ Это будет невозможно различить на слух в принципе Теперь давайте посмотрим рекордбокс Здесь уже наблюдаются некоторые странные моменты Самая громкая гармоника близкая к 1 кГц Находится уже на уровне минус 80 дБ И это как минимум странно Скорее всего здесь все-таки вмешивается в обработку звука какой-то встроенный софт клипер или что-то с этим связанное То есть мы в рекордбокс не смогли найти никаких больше настроек Которые бы было возможно отключить Для того, чтобы звук максимально неискаженным получить на выходе Но тем не менее, по всей видимости, разработчики рекордбокс Заложили внутрь неотключаемую какую-то настройку Потому что во всем софте, который мы тестировали Уровень сигналов был идентичный Как на входе, так и на выходе И соответственно, но вот этот результат я могу объяснить Только наличием какого-то встроенного неотключаемого блока О чем это говорит? В целом, в принципе, основная часть гармоник Находится под уровнем 100 дБ Что также не будет сильно бросаться при прослушивании Но тем не менее, это худший результат Сравним еще раз с трактором Чтобы показать наглядно, в чем разница Там полки разные у них То есть это видно? Да Когда мы включаем два графика в сравнении Худший и лучший результат Мы, естественно, видим, насколько сильно отличается Количество искажений в этих двух программах Для контрастности давайте посмотрим на два средних результата Здесь, как видите, графики практически идентичные То есть даже те гармоники, которые образуются Они плюс-минус на одном и том же уровне Они все находятся под уровнем минус 110 дБ Что тоже является отличным результатом То есть такие искажения, они не будут абсолютно слышны Вполне вероятно, что в совокупности на большом звуке И гармонически насыщенном звуке Это скажется в конечном результате Но, скорее всего, эти искажения вы никогда не услышите Так, ну что, вот такие вот забавные результаты Прикольные? Я в шоке В шоке? Нет, я серьезно, я не ожидал Вот, на самом деле это вещь, о которой спорят диджей постоянно Но, вы, когда будете смотреть этот ролик И мы, как обещали, что в самом конце только вы узнаете всю истинную правду То есть полный тотал Досмотрите его до конца А прямо сейчас можете поставить на паузу Для того, чтобы написать комментарий Какое впечатление у вас от увиденного, ну, сложилось Потому что все-таки эта история достаточно нестандартная Никто этого не делал до нас, никто не сравнивал вот в таком порядке софт Однако, каждый из вас думает Блин, ну мы же играем с железом Ну, то есть у нас у каждого какой-то контроллер У нас у каждого там пульт или деки Ну, то есть люди используют оборудование И оно разное Pioneer, Denon, Vestax, Native Instruments Ну, то есть все бренды звучат по-разному Потому что у них есть свой какой-то аудиоинтерфейс Или там потенциометры, фейдеры Цифроаналоговые преобразователи Ну, в общем, цапы, отцапы Все, что мы используем Это в целом и называется как бы звук Вот давайте теперь разберем, как это звучит с железкой И чтобы это было максимально честно Мы используем дорогой пульт с дорогой картой Даже там их не одна, а две Но мы будем использовать одну, нам больше и не надо И весь этот софт прогоним через железо То есть софт и одна железка условия равные То есть, ну, максимально честно Мы понимаем, что звук будет использоваться Именно вот этим аудио устройством, которое зашито внутри Мы сейчас не будем говорить, что мы будем смешивать микс Там еще что-то, потому что следующий уровень Разницы в звуке идет в потенциометрах и фильтрах Когда вы уже миксуете Так как амплитуда того, что вы меняете Когда крутите ту или иную частоту Она меняется по-разному Там разные шаги, алгоритмы Ну, то есть там вообще все по-разному И поэтому для того, чтобы сравнить Мы просто послушаем тот же самый тест Через ту же программу, но записанную через пульт Чтобы нам ее записать, будем использовать Вот такой вот рекордер Zoom H8 Это достаточно качественный рекордер Подключим мы через хорошие провода Ну и, собственно, давайте все это дело подключим И протестируем Протестируем Протестируем, да Мы запишем четыре аудиофайла Каждый из них будет записан отдельно Так, немножко не видно Четыре аудиофайла Включаем наш рекордер И нам нужно подключить наш Пульт К компьютеру Конкретно у этого пульта есть возможность Работать с двумя АПК Ну, играя абсолютно на разном софте В принципе, он предназначался как И для работы с трактором Массерат и Аблитон Лайф Об этом во всем есть на сайте про этот пульт У него очень крутые студийные характеристики По различным моментам Таким, как активный изолятор, который мы отключим Мы не будем пользоваться ни саб-каналом, ни фильтрами Вообще ничем, кроме как обычным линейным каналом Ну, просто вот частоты и вот эта штука Я здесь уточню Так, давай Мы, в принципе, будем его использовать как аудиоинтерфейс Цифроаналоговый преобразователь То есть, подключаем его к компьютеру Все эквалайзеры нейтрально Фейдер, точнее не фейдер Ротор Ротор, да Ротор на максимум Выставлены изначально одинаковые уровни для всего софта И записано на рекордер зум Мы увидим тот же самый результат, который был до этого Но еще пропущенный через звуковой тракт этого микшера Заодно посмотрим, насколько он качественный Да, окей Давай Так, все Включаем Все Он включился Можно включать софт Да, из какого? Прямо с рекордбокса Мы запускаем программу И данный пульт дрова установлены уже на компьютер То есть, любой софт будет его видеть Естественно, в данном случае у нас не получится адекватно оценивать соотношение сигнал-шум Из-за того, что все-таки уровни сигналов будут чуть-чуть отличаться Но нам просто интересно в целом посмотреть, как себя поведет данное оборудование и данный софт в связке Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Но, как вы видите, все-таки звук очень сильно меняется после пропускания даже через одно цифроаналоговое преобразование. Я не могу сказать точно сейчас, насколько сильно этот микшер вмешивается в звук по цифровой части. То есть все равно обработка, начиная с USB интерфейса и заканчивая цифроаналоговым преобразователем, какая-то присутствует. Но насколько много он вносит цифровая часть, насколько много вносит аналоговая часть, сейчас судить не берусь. Потому что, чтобы это понять, нужно его разобрать. Мы это сделаем в другой серии, где еще более детально разберемся. Но, по крайней мере, мы уже видим конкретные изменения. Давайте теперь посмотрим самый неудачный результат. Это был у нас Rekordbox. Rekordbox. Welcome. Давайте смотрим амплитудно-частотную характеристику. И вот здесь очень интересно получается. То есть спад на высоких частотах гораздо менее плавный. То есть в случае работы с Rekordbox этого микшера мы будем слышать более резкий звук, более отчетливый, может быть более прозрачный. То, что придает звуку верхние частоты. На низких частотах есть небольшой, совсем практически неощутимый подъем в районе 50 Гц. Но здесь я вижу на низких частотах и цифры. Но я бы на это внимание даже не обращал. А, я понял. Но просто мы видим, что на цифре это прямо какой-то маленький расколбас, я его так назвал. А здесь идет ровная линия. Ну, нет, парш, но смотри, это даже меньше, чем пол трицепела. Да, я понимаю, что это на слух не будет. Это абсолютно не слышно. Но видно, что немножечко-немножечко низкие частоты приподняты. Тоже, кстати, непонятно, с чем это связано. Наверное, связано с тем, что здесь присутствует тоже некая фильтрация. Кстати, можно было бы в полном частотном диапазоне вот так вот смотреть. Смотри, он, похоже, делает то, что делал, например, в Сирата на цифре. В Сирата на цифре, да. Да, слушай, а мы на тракторе вот эту часть мы не... Давай посмотрим. Давай посмотрим. Сейчас, секунду. Да, потому что мы смотрели на графиках предыдущие А20-20. Что пройдет интерес уже, успокоится до конца. Нет, все, да. Нет, а ты его увеличь, ты проведи. Опять я наступаю на те же грабли. Вот. Вот. Пульт как бы делает вот эти срезы по краям. Ну, смотри, на самом деле частота среза фильтра... Ну, не сильно. Определяется по уровню минус 3 децибела. И минус 3 децибела у нас ниже 5 Гц. Ну, то есть, фактически в него все-таки встроен фильтр саббаса, сабниза. Вот. Это нормальная практика, потому что, в принципе, нас ничего не интересует. То, что ниже 20 Гц, в принципе, не интересует. И чтобы нормально отвязать выход аудиоинтерфейса, туда ставить конденсатор. В общем, это... Окей, смотрим следующий софт, сравниваем Serato и Virtual DJ. Так, Serato и Virtual DJ. Напомню, что это были софты со средним показателями, которые были почти идентичны при тесте цифры. Так, Serato, Serato. Посмотрим, Serato, Serato. Да, давай посмотрим, Serato, Serato. Serato, Serato. Тоже увеличивай. Да, сейчас. Опа. Ну, здесь, в принципе, вполне ожидаемо, потому что в самом Serato уже в цифровом виде обрезан саббас. Смотри, они почти похожи. Да, потому что там тот до 0 Гц сам, в принципе, вот трактор до 0 Гц работает, а сам Rain отрезает уже все, что ниже 5 Гц. То здесь обрезка в программной части произошла в районе, значит, вот смотри, в районе 12 Гц. Смотри, в чем мое наблюдение, да? Когда ты покупаешь Rain, ну и, в принципе, фирма Rain работает с Serato очень плотно. То есть это... А, ты намекаешь на некую согласованность результата. Они, в принципе, согласуют результаты, но это же, как бы, очень плотное сотрудничество. У них все пульты, например, там Rain 72, 70, почти все привязано к Serato. Когда ты покупаешь Rain 2015, ты получаешь себе Serato Pro. То есть у тебя есть пульт на предыдущем софте, нам показал вот этот рисунок. А здесь этот рисунок совпадает. Ну, то есть как бы... Ну, кстати, если быть честным, то да, он здесь максимально приближен один к другому. То есть белым у нас отображается в цифровом виде. То, что у нас отображается зеленым, это прогнанное через аналоговое преобразование. И действительно, и что замечательно, что здесь нет этого спада на высоких частотах, вот, очень резкого. То есть если мы смотрели на анализ по цифре Serato, то оно выглядело, честно говоря, проигрышно по сравнению с остальным DJ Soft'ом, с тем же самым трактором, который показал абсолютную линейность во всем диапазоне. То, когда мы сравниваем уже цифровую и аналоговую часть, мы видим, что Serato очень себя хорошо показывает с точки зрения работы с реальным железом. То есть, что, кстати, в принципе, удивительно, как это сделано. По всей видимости, инженеры постарались как-то вкалорировать. Так, какие? Давай сравним теперь Virtual DJ. Ну, давай. И вот интересная тоже картина наблюдается. Virtual DJ, так же само, как и трактор, на 18 кГц у них идет обрезка. На низких частотах аналогично, но это низкие частоты, отрезанные которые самим пультом. То есть на высоких частотах происходит спад. Давай теперь посмотрим весь аналоговый тракт, чтобы до конца показать сравнительный тест именно аналоговых. Так, смотрим. То есть Serato у нас, как и есть, отрезан. Остальные все до 0 Гц работающие. В принципе, мы видим, что одинаково они спадают. То есть это то, что вносит сам пульт в звук. А вот на высоких частотах довольно странно, потому что у нас получается Virtual DJ на высоких частотах чуть больше высоких частот дает. Трактор на высоких частотах имеет наибольший проигрыш, как на мой взгляд. И наиболее выгодно выглядит Serato в этом случае. Но Serato, похоже, как-то подстроились под эту ситуацию. То есть вот такой вот неоднозначный результат. Я бы сказал так, что подытоживая это видео, что если сравнивать цифровую обработку, то она минимально отличается между софтом. Ну то есть мы можем, конечно... Нет, там было отличие. Там было отличие, но оно не настолько... Люди все увидели как-то сами. Вот это, вот это отличие, оно уже действительно будет слышно на слух. И, соответственно, очень сложно понять на самом деле, какой софт с каким микшером использовать. Вот. И вот здесь подходим к той самой истине, о которой мы обещали в конце ролика. Смотрите, вы на форумах и в чатах спорите. Вот у меня Serato звучит лучше, у меня Rekordbox звучит лучше, у меня еще что-то звучит лучше. Но не просто так производители выстраивают разный уровень продаж. Ну то есть, маст-маркет, где много дешевого или среднебюджетные контроллеры или пульты, или высокобюджетные контроллеры или пульты. Не может такого быть, чтобы пульт за 200 с лишним тысяч рублей звучал так же, как, например, пульт за 20 тысяч рублей. Потому что комплектующие и как собрано внутри, то есть, схема дизайн, какие использованы вообще в принципе штуки там. Ну то есть, это все влияет на финальное качество. А также задумка железки. Как, например, Rain – это теплый звук, а, например, Allen Heat – Xon будет с другим звуком. И, кстати, в следующий раз надо протестить его тоже. 96-й. И здесь, когда вы спорите об этом, вы должны учитывать, что если человек говорит, что, например, пионер-дидиджей 1000 звучит лучше на рекордбокс, чем, например, трактор-контролл S4, то этот человек не понимает, что у него, например, во-первых, есть свой вкус на звук, ну то есть, он, ну, слышит, например, ему нравятся больше высокие, а трактор, например, звучит резко. То есть, он сравнивает звучание разных аудиокарт. Простой пример. Я часто его говорю людям, говорю, вот представь, что мы с тобой приходим в магазин, нам продавец предлагает музыкальный центр, мы приходим за музыкальными центрами, там, например, ты хочешь купить и я, у нас с тобой по 100 тысяч рублей. И продавец говорит, смотрите, вот Sony, вот Panasonic, мы начинаем слушать. И начинаем сраться. Да, потому что тебе нравится Sony, например, а мне нравится Panasonic. Я говорю, да Мацуши-то там, у них и Technics, и вообще, ты говоришь, да ты что, Sony, такие телеки там. Ну, я говорю, вот же, звучит круче, ты нет, да ты что, вот этот звучит круче. Мы сравниваем один и тот же трек. Но одному человеку нравится один звук, другому другой. Посмотрите в этот момент еще раз, аудиорелигия Я Бог. Ну, я часто рекомендую, это интересно, особенно басофилам и шлепкам, которые любят спорить, типа, про басы и прочее. Мы воспринимаем музыку очень часто телом, как локатором. А на это влияет звуковая система клуба. Вы никогда не услышите разницу, сука, если будете сравнивать, например, Wave и MP3 в наушниках, через контроллер DDJ-800 или там какой-то слабо историю. То есть вы должны понимать, что звук — это много параметров. Весь аудиотракт, источник, ну, сам файл, потом само устройство воспроизведения, проводок. Попускайте вы по цифре или по аналогу и прочее. Потом, куда это приходит, как обрабатывается, куда уходит, через что звучит. Любая штука, которая вмешивается в аудиотракт, влияет на звук. И когда вы говорите, что что-то звучит лучше, вы говорите про свою историю, которую оценивали вы. Но с другой темой будет совершенно... ну, то есть у другого человека все будет совершенно иначе. Поэтому мне нравится звук мягкий, который дает Rain, и я на нем играю. Но мы видим по графику, что очень четко отличается софт. И, ну, и как бы можно задуматься о том, какой софт я буду подключать к этому пульту, для того, чтобы он давал, внимание, максимально крутые результаты. Давай свой финальный вердикт. Это огромная тема для холивара. В принципе, качество звука, это все субъективно. Это, естественно, всем людям нравится разный характер звучания. Кому-то нравятся лампы, кому-то нравятся транзисторы, кому-то нравятся винтажные колонки, кому-то нравятся сабы машинные. И, собственно, на этом разном восприятии людей и построена вся вот эта аудиоиндустрия продажи техники, дорогой, дешевой, хорошей, нехорошей. Огромное количество разных компонентов, которые непредсказуемым образом друг на друга воздействуют. И, собственно, поэтому возникает целая куча споров и разговоров на эту тему. Я показать как раз хочу. Смотрите, у меня есть такая штука. Это как бы уже финал ролика, но я вам все-таки ее покажу. Значит, это ламповый микрофон. Левайт. Значит, смотрите. Ламповый микрофон. Стоимость этого микрофона 140 тысяч рублей приблизительно. Но весь прикол его не только в том, что у меня в руках, а в той коробочке, которую сейчас я не смогу достать, но в коробочке, в которой мы можем менять звук свет на тьюб. Ну, то есть мы можем менять звук, и пользователи, которым нравится один звук, будут довольны, и пользователи, которым нравится другой звук, тоже будут довольны, потому что они покупают дорогой микрофон и могут использовать его немножко под разные задачи. Ну, как бы студийная работа, там разные инструменты писать, вокалисты могут быть разные. Это другая уже история. Да, это другая. Подкрашивание звука. Сто процентов. Но это пример того, когда мы, приобретая дорогую технику, выбираем ее под свои задачи, то, о чем мы часто говорим. И сегодня мы, по крайней мере, попытались вам раскрыть глаза на то, что все-таки разница в звуке есть, но вопрос, как вы это используете и о чем спорите, вот это большой вопрос. Ну, стоит ли вообще спорить на эти темы, как бы? Я думаю, что уже не стоит. Уже, уже, все. В общем, все круто, и результаты интересные. Что будет в следующих сериях с Иваном? У нас будут разборы техники, мы будем изучать железо внутри, будем на более глубоком уровне сравнивать разные железки. То есть, ну, например, теперь интересно сравнить отличия Рейна от GZON 96. Сравнить Рейн, GZON и Пионер и прочее, но уже вот при помощи таких сравнительных тестов. Не просто на слух, как мы делали слепой тест. В нашем одном из роликов ссылка будет здесь, над моей головой. В общем, в целом, классный эксперимент. Отличный. От меня пост-дисклеймер. Я, конечно же, понимаю, что будет целая куча всяких претензий по поводу того, что что-то мы сделали не точно, что-то мы сделали, может быть, неправильно. Я это все прекрасно понимаю. Это не претендует на истину в последней инстанции. Мы просто хотели показать то, что бывает абсолютно разный звук. Соответственно, в дальнейшем мы, естественно, будем совершенствоваться в смысле наших точностей, наших измерений. Сегодня это такой некий экспромт. Заехал к Паше в гости, и мы на целый день так засели за эти железки. Было очень интересно, было очень познавательно. Даже были неожиданные результаты. В следующих видео мы постараемся сконцентрироваться на каких-то вещах более узких, более специальных. По поводу, как работают эквалайзеры на каких частотах, какие искажения вносятся, какие искажения приятные, неприятные. Что влияет, какие платы дешевые, дорогие, паянные серебром, несеребром, сравнение кабелей. И может быть мы впадем в какой-то прям аудиофильский экстаз, но это будет видно дальше. На самом деле мне все очень понравилось. Я очень благодарен тебе, что ты пригласил. Мне было интересно. Надеюсь, тебе было интересно. Вообще супер. Надеюсь, всем было интересно. Не пинайте ногами. Я очень старался, тем не менее. Все, спасибо большое. Но на самом деле, и я еще скажу, что будет позже, мы будем сравнивать не только железо, которое продается сейчас, а и те самые холивары разбирать, например, Pioner DJM 600-500, старые железки, которые раньше собирались, скажем так, на большем количестве олова и плат, ну то есть, что было внутри там... На лесной монтаж. Да-да-да. То есть, когда железо собиралось иначе, потому что ретро-техника имеет место быть, и многие люди, иногда не имея возможности покупать вот такие пульты, могут приобретать, допустим, что-то из старой эпохи за гораздо меньшие деньги, но прикасаться к приятному звуку. И вот эта тема тоже интересна и начинающим, и не начинающим диджеям, тем, кто собирает домашние сетапы, потому что еще один очень важный момент, о котором я пытаюсь донести в принципе уже давно, это история, когда вы выбираете себе, исходя из вашей жизни музыкальной. Допустим, если вы профессионал, у вас одна задача, и вам нужны одни инструменты, точные, ювелирные, какие-то очень классные. Если вы не зарабатываете этим денег, и вы просто занимаетесь как фан, то вам нужны другие инструменты, они вам просто подойдут, потому что этого будет вполне достаточно, чтобы получать кайф от музыки, от диджеинга или продакшена, не обязательно покупать карты за сотни тысяч, если вдруг вы это делаете только для себя, потому что у вас в принципе в жизни другая работа и задачи. И вот все это мы будем теперь разбирать детально, включая начинку того, что стоит внутри этих культов, вообще всего железа, которое у нас присутствует. Поэтому, друзья, добро пожаловать на новый уровень этого канала, и спасибо, Ваня, что появился теперь тоже с нами, ну и вот среди таких вот классных штук. В общем, респект. Для тех из вас, кто не понял, понравился ему этот выпуск или нет, ставьте лайк заочно, потом переосмыслите. Всем остальным, если не подписались, подписывайтесь. Обязательно в комментариях напишите, насколько вам это зашло, не зашло, что бы вы хотели сравнить, что обсудить, то есть какие железки вам точно интересны. И мы будем стараться выполнить ваши пожелания. Ну и вы были на канале ProStereo. Увидимся в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok